После смерти Анны Иоанны в октябре 1740 года по ее завещанию императором России становится двухмесячный Иоанн Антонович. А регент при малыше Иоанне и законная правительница России его мать Анна Леопольдовна. Историк Ключевский писал, Немцы посыпались в Россию точно ссор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управлении. Немецкое засилие во власти раздражает простой народ, а русскую элиту бесит новый закон. Анна Леопольдовна фактически вводит запрет на роскошь. В итоге, в ночь с 5 на 6 декабря 1741 года, то есть через год после воцарения Иоанна Антоновича, Елизавета Петровна, родная дочь Петра Великого, во главе трех сотен гренадеров, врывается в покое Анны Леопольдовны со словами «Сестрица, пора вставать». Елизавета свергает младенца с русского престола. Свергает, но не лишает жизни. Наоборот, по доброте отпускает всех в Европу, назначив приличное содержание. Почему же у этой истории не будет хэппи-эндов?